Когда слышишь название Керинг Би М5, представляешь себе что-то милое и забавное, а вовсе не мощный пылесос-трансформер, который займет целый угол комнаты. Зато он действительно заботится о чистоте. Заявленная сила всасывания 25 тысяч паскаль, два валика для более качественной обработки поверхности, отдельный набор инструментов для сухой уборки и отдельная подставка для них, и все это за скромные 30 тысяч рублей. На бумаге предложение максимально привлекательно, а что на практике? Распакуем Керинг Би М5, сделаем замеры и проведем тесты в фирменном обзоре Бест Робот. Первым делом вынимаем из коробки моющий пылесос. Красивый, блестящий и сопутствующие аксессуары. Рукоять. Нужно воткнуть сверху. Увесистая станция для самоочистки и зарядки. Органайзер номер один для ёршика и, например, моющего средства. Органайзер номер два для естественной сушки валиков, если вам нужна такая опция. Запасной блок с фильтрами, причем не один, а сразу два, чтобы хватило на год-полтора. Два запасных валика, помимо тех двух, что уже установлены в пылесосе. Уникальный ёршик с крючком, чтобы куда-нибудь повесить и с разрезателем в рукояти. Далее следуют компоненты пылесоса для сухой уборки. Подставка для хранения и держатель, который нужно поставить сверху. Пылесборник с фильтрами. Насадка для сухой уборки с универсальной щеткой. Дополнительный паркетный валик. Щелевая насадка. Удлинительная труба. Ну и в конце книжечка на русском языке, а также карта после продажного обслуживания. Первый раз нахожу такое в комплекте к пылесосу. Гарантия один год и возврат без оснований. Это уважаемо. Но где находятся сервисные центры, выяснить не удалось. На официальном сайте только те же данные, что на обороте после продажной карты. Еще на сайте указано, что одна из ценностей Керенби – гуманизм. И глядя на то, что лежит на столе, могу подтвердить. Иначе как гуманизмом это не объяснить. Два пылесоса, набор расходников, даже дополнительный валик для паркета. И все это за 30 тысяч. И единственное, чего мне будет не хватать – это насадки для мебели. Кстати, в магазине Топсорсинг на Озоне с промокодом, который вы видите на экране, можно получить скидку в 2000 рублей и взять Керенби М5 за смешные 28 тысяч. Либо за те же деньги взять его на Валберис, где вам удобно. Ссылку на промокод и магазины закреплю в описании под роликом. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков Телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать в закрепленном посте». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов – все это вы найдете в Телеграм-канале Бестробот. Ссылка в описании под роликом. Для начала вставим штангу до срабатывания фиксатора. Кстати, если захотите разобрать пылесос, чтобы отвезти на дачу, нет проблем. Нужно просто отжать фиксатор с внутренней стороны. Это можно сделать с помощью отвертки. Постарайтесь не засматриваться на ребристый моторный блок с блестящей каймой и серебристым пластиком, иначе просто опоздаете на работу. Лучше сразу переключиться на резервуар для грязной воды. Он исполнен более-менее стандартно. Жидкость поступает через трубку и накапливается в продолговатой колбе. Надписи на русском языке. За локализацию производитель определенно заслуживает лайк. Нажмите внизу под роликом, я передам. Крышку встроены электроды для контроля заполнения, и сверху вставляется блок с фильтрами. Капроновая сетка плюс хепа. Можно мыть под краном, главное просушить. Помимо этого, в нижней части крышки сделали крупную и чистую сетку, причем она расположена вдоль колбы, а не поперек, как это обычно бывает. Чтобы выловить хоть какой-то мусор, резервуар нужно наклонять, а сетку использовать как рыболовный сачок. Очень странное решение инженеров. Проверим, как это работает на практике. С обратной стороны вставляется бачок для чистой воды. Объем чуть меньше среднего, 650 миллилитров. Заливное отверстие большое, можно набирать из-под крана. Обратите внимание, в отсеке для бачка находится ультрафиолетовая лампа, которая дезинфицирует воду. Актуально, если в доме карапузы. Лапа большая и надежная. В вертикальном положении пылесос стоит, как на подставке. Фиксаторы валиков максимально удобны. Нужно просто нажать кнопку, и они отщелкиваются. Можно полностью разобрать рабочий блок, а пылесос останется в вертикальном положении. Валик из среднего диаметра, умеренной мохнатости, длина 24 сантиметра. Задний валик смачивается из 9 сопел по всей длине и очищается при вращении о металлическую гребенку. Под раструбом имеется скребок для сбора остатков жидкости. Впереди та же самая конструкция. Сопла, зубчики, скребок, только ротор с другой стороны. На подошве ничего интересного. Только опорные ролики, которые придется время от времени чистить. Это особенно касается левой пары роликов. Они выходят за линию раструба. Обычно для эффекта парения над полом у валиков делают разную скорость вращения, но у Kerinby M5 она одинаковая. Удобно ли вести пылесос по полу, проверим в ходе теста. Углы поворота небольшие, градусов 80. Хватает ли этого для маневрирования в доме? Еще один аспект нуждающийся в проверке. Система управления у Kerinby одна из лучших на рынке. Во-первых, удобная рукоять, которая не выскользнет из руки ни при каких условиях. Во-вторых, кнопки под большим пальцем и здесь же рядом дисплей. Всего 4 режима. Интеллектуальный. В нем пылесос автоматически повышает или понижает обороты. Вода поступает постоянно со средней интенсивностью. Режим Max. Или, скажи до свидания, пыли и грязи. Всасывание возрастает. Жидкость поступает в раструб ритмично с частотой в одну секунду. Стерилизация. Тот же интеллектуальный режим, только с предварительной дезинфекцией воды. Подача жидкости с интервалом в 2 секунды. И сбор жидкости, в котором можно проводить сухую уборку. Вода в раструб не поступает. Нажатие на кнопки сопровождается значками на дисплее и голосовыми подсказками. Но при желании их можно отключить. Достаточно зажать кнопку переключения режима. В торец рукояти вынесена кнопка самоочистки. Она понадобится только после возвращения пылесоса на базу, где он и проводит большую часть времени. Дизайн привычный. Поддон с углублениями для полоскания валиков. Выдувные решетки, через которые происходит сушка, причем горячим воздухом. И выступ с клеммами для подзарядки. Нескользящие ножки тоже в наличии. Конструкции претензий нет. Теперь соберем пылесос для сухой уборки. Вынимаем моторный блок. Нажимаем на кнопку и тянем на себя. Он цилиндрический. С ручкой с кобой и двумя кнопками под большим пальцем. Пуск мотора и переключение режима в кое-хутушке два. Больше и меньше. Пылесборник капсульный. Без быстрой выгрузки. Чтобы вытряхнуть мусор, придется снять штангу, отстегнуть капсулу и вытащить сепаратор, что не очень удобно, но нормально по меркам комбо-пылесосов. Из фильтров наличии. Хепа. Для тонкой фильтрации. Класс неизвестен. Мелкая чайстая сетка и юбка, отделяющая крупные частицы мусора. Конечно, не пятиступенчатая система, как у обычной вертикалки, но для быстрой сухой уборки подойдет. Объем контейнера не указан. Думаю, миллилитров триста, не больше. Промывать нельзя, только вытирать тряпочкой. К моторному блоку прищелкивается на фиксатор. Стыковка плотная, без люфтов. Насадка для пола с подсветкой в бампере и с большими колесами для плавного хода по ковру. По умолчанию установлена щетка с волнами щетины разной жесткости. Она подходит для ковров. Ну а можно поставить паркетный валик. Зубчиков самоочистки в раструбе не предусмотрели. Фиксатор щетки простенький, не самый удобный. Главное не потерять его. Щелевая насадка короткая, с перфорацией, чтобы можно было пылесосить между подушками дивана. Насадки можно устанавливать как прямо в пылесборник, так и через удлинительную трубу. Люфты при стыковке умеренные. Со стороны насадки чуть больше, со стороны пылесборника чуть меньше. Вот как выглядит пылесос в полном сборе. Гостям лучше показывать моющий пылесос, он более представительный и пластик подороже. Из плюсов могу отметить небольшой вес. В сборе для сухой уборки заботливая пчелка весит всего 2,170, что существенно меньше золотого стандарта в 2,5 килограмма. Для хранения используется напольная подставка, которую можно собрать примерно за 15 секунд. Комбайн в полном сборе со всеми подставками, станциями и аксессуарами выглядит примерно так. Теперь переходим к испытаниям. Пылесос для сухой уборки чутко реагирует на каждое движение руки. Управление как в Dark Souls, если понимаете о чем я. Легкая и маневренная насадка не напрягает руку и забирается в труднодоступные места. Чтобы полностью расслабиться, не хватает только автоматического режима. По итогу контейнер набит волосами, шерстью и всякой мелочевкой. С профилактической уборкой Керингби определенно справится. Повышенный вес моющего пылесоса, а это на секундочку 5 килограмм, чувствуется только во время снятия с базы. А как только ставишь его на пол и включаешь мотор, он становится легким, как пушинка. Валики вращаются с одинаковой скоростью, но пылесосу это не мешает. Лапа свободно скользит в любую сторону, почти как шайба в воздушном хоккее. Независимо от сборки, в режиме максимальной мощности батареи хватает на 25 минут, на минималках на полчаса. Как для обычной палки, показатель выдающийся, а по меркам моющего пылесоса показатель средний. Лично мне этого времени хватило как раз на 80 квадратов. На станцию я поставил пылесос уже разряженным. Смачивание в автоматическом режиме достаточно обильно, но собирают воду пылесос неохотно. На уборку я потратил чуть больше одного бочка, и вот все, что попало в резервуар для грязной воды. Если у вас чувствительный к влаге ламинат, нужно чередовать интеллектуальный режим и режим сбора жидкости в течение одного рабочего цикла. У пылесоса для сухой уборки уровень шума сравнительно низкий – от 69 до 72 дБ, в зависимости от выбранного режима. Мощный пылесос во всех режимах шумит плюс-минус одинаково – около 71 дБ. Пылесосить комфортно. Защитные наушники не понадобятся, даже если вы меломан. И это очень круто, учитывая заявленные 25 кПа. Но настолько ли мощный пылесос в действительности? На самом деле – нет. Максимальное значение, которое удалось зафиксировать электронным манометром при замере из пылесборника – 16,4 кПа. Это примерно на 32% меньше среднего показателя у пылесосов для сухой уборки. Скорость воздушного потока замеряем анимометром. Максимальное значение – 17,3 метра в секунду. Здесь разрыв со средними показателями достигает уже 42%. При этом диаметр трубы на сантиметр меньше стандартного – всего 27 мм. Мощность мотора низкая, но в комбинации с трубой и насадкой пылесос работает эффективно. Даже в первом режиме он справился с щелями до 8 мм, а на максималках зачистил все, что осталось. И такая же картина у моющего пылесоса. В автоматическом режиме берет до 8 мм, в режиме «Макс» достает 10 мм. Будет ли этого достаточно для качественной уборки? Выясним прямо сейчас. Экстремально загрязненный ламинат в первом режиме мощности убирает с двух проходов, не считая дополнительной возни у стен. Бампер со светодиодами мешает у плинтусов, и особенно в углах, откуда достать царинки можно только щелевой насадкой. На ковролине вместо валика я использовал щетинистую щетку и второй режим. Насадка справляется максимально эффективно, собирает мусор с первого же прохода, но вдоль стен возникают непреодолимые трудности. Такая же ситуация, что на ламинате. А вот на мохнатом ковре нехватка мощности ощущается. На каждом участке я отмахал по 12 раз и почистить удалось только поверхность. В глубине остаются крошки и достать их пылесос не может. Для таких покрытий Керингби не подходит. В остальном качество сухой уборки хорошее. После тестов щетка намотала волосы. Ее придется периодически чистить. Теперь приступаем к тестам на влажную уборку, для которой пылесос и предназначен в первую очередь. В режиме сбора жидкостей Керингби, как нетрудно догадаться, собирает жидкости. Но лапу нужно вести медленно, а результат далек от идеала. Нехватка всасывания особенно чувствуется в тесте на уборку вдоль стены, где валик буквально гонит перед собой волну. Пришлось сделать несколько проходов, и все равно остались лужицы. Зато в режиме смарт быстро ликвидирует кетчуп с майонезом. Убрал за два прохода. Влажный след умеренный. С другими продуктами тоже проблем не возникло. Яйцо затягивает вместе с измельченной скорлупой. Макароны собирают, откусывая кучку по чуть-чуть с разных сторон, как и другие пылесосы. Вертикальная сетка, как и предполагалось, бесполезная. Мусор остается на дне колбы. Кофейный прямоугольник Керингби размыл достаточно быстро, с первого прохода. Но чтобы убрать разводы и потеки, пришлось отмахать еще несколько раз. Присохший сок – более сложное испытание. Потребовалось 11 проходов. Средний результат по меркам пылесосов такого типа. А вот с кетчупом результат отличный. Сочетание высокой интенсивности смачивания и не самого сильного всасывания помогает размачивать и оттирать жирные пятна за счет механического воздействия валиков. Правда, с грязью это уже работает против пылесоса. Основное загрязнение он затянул за пару проездов. Но затем понадобилось 20 проходов с промежуточной самоочисткой. И до конца убрать разводы так и не получилось. В целом, пылесос хорошо справляется со сложными загрязнениями. Но из-за низкого всасывания на борьбу с разводами уходит много времени. В конце уборки пылесос очищает валики в поддоне на станции. Процесс занимает 2,5 минуты. Пиковый уровень шума достигает 74 дБ. В остальное время около 70. На один цикл самоочистки уходит 300 мл воды. По 150 на каждый валик. Сравнительно экономно. После тестов с жидкостями задний валик, он вверху, практически чистый. Основной удар на себя взял передний валик. Он внизу. После самоочистки состояние валиков улучшилось. Но передний можно было бы и еще почистить. После продуктовых тестов ведущий роллер снова темнее. Можно даже заметить следы окрашивания. Но больше всего пострадал раструб. Он забит макаронами и скорлупой. Станции удалось отмыть жир. Рабочие инструменты выглядят свежее. Но раструб по-прежнему в плачевном состоянии. После таких загрязнений его нужно вычищать вручную. После кофейного теста передний валик стал бежевым. Задний тоже окрашен, но не так интенсивно. После промывки оба валика стали светлее. Приемлемо, хотя и не идеально. Томатный сок сделал рабочие инструменты оранжевыми. Особенно валик номер один. С ним самоочистка не справилась. Он стал слегка полосатым, но от этого не легче. Все равно нужно стирать в раковине. Второй валик тоже почти без изменений. После кетчупа передний валик ржавого цвета. Задний чуть светлее, бледно-рыжий. После промывки на станции насыщенность цветов снизилась. Но результат слабый. С таким загрязнением по-прежнему не справилась ни одна станция. После земляного теста передний валик цвета темный шоколад. Задний молочный. После самоочистки появились светлые полосы. Но грязь все равно осталась. И на металлические гребенки тоже. Можем резюмировать, что самоочистка у данной модели реализована на уровне ниже среднего. При регулярной уборке в гостиной и спальне пылесос может держать себя в чистоте. На кухне под вопросом, особенно если вы любите готовить. Когда пылесос промыл рабочие инструменты, автоматически включается режим просушки. Уровень шума стандартный. Порядка 38 дБ. Станция обдувает валики теплым воздухом. Инфракрасный термометр зафиксировал температуру в 60 градусов. Процесс продолжается 2 часа. Лапа высыхает полностью. Подведем итоги. Керенби М5. Многофункциональный комбайн, который справляется с любыми задачами, но с разной эффективностью. Легко собирает пыль и волосы. Пылесосит ламинат и ковролин. Отмывает жир и присохшие пятна. Несмотря на существенный вес, управляет легко. При поддерживающей уборке Керенби не нуждается в обслуживании. Полощит и качественно сушит валик. Но пылесос не такой уж мощный. Из-за этого он не может глубоко почистить ковер и не идеально всасывает жидкости. Хотя для повседневной уборки возможности пылесоса хватит. По системе оценки Баст Робот, Керенби М5 набрал 78 баллов и занял третье место в рейтинге моющих трансформеров. Подходящая локация. Квартира до 80 квадратов с влагостойким полом, без мохнатых ковров и без кошачьих пушистиков. Потому что мебельную насадку не завезли. На этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok